Музыка Ну что, друзья, я подстригусь, покрасилась. Это ли не повод, чтобы начать новый влог? Для меня, кстати, это всегда такой праздник. Может быть, кто-то к этому относится как к обыденности, типа, ну что там, пойти подстричься, покраситься. Для меня это всегда какой-то такой момент радостный. Вот радостный. Я всегда очень чувствую себя прям красавицей. После того, как выхожу из салона, настроение хорошее. К сожалению, сейчас уже темно. И показать цвет таким, какой он есть, вряд ли получится. Я сегодня, кстати, стриглась у нового мастера. И вообще, я, знаете, решила, что теперь я буду стричься у того мастера, к которому мне удобно попасть. Вот. Потому что я практически 4 года стриглась у одного и того же мастера. И вот ты чувствуешь, что время подходит, звонишь. И одно время занято, другое занято, третье занято. И вот ты там подбираешь какое-то время уже через неделю, предположим. Конечно, можно пораньше позвонить и так далее. Но я тоже как-то стараюсь стыковать со своей занятостью. И тут я решила, ну что я вот все время гоняюсь за мастерами. Я хожу в салон, где, в принципе, все хорошо стригут и красят. То есть салон держит марку. Я знаю хозяйку этого салона. Она очень тщательно выбирает мастеров. И вообще просто сдувает пылинки с каждого своего салона. У нее теперь их 4 штуки. Вот. Раньше она, кстати, хотела делать франчайзинг. Потом рассталась с этой мыслью. Потому что для нее важно качество оказываемых услуг. И поэтому я думаю, ну что я буду вот все время к одному и тому же мастеру ходить. Пора сменить руку. И вот я последний раз, два, стригусь у других мастеров и крашусь. И мне нравится. Понимаете? И мне нравится. И я не вижу какой-то большой разницы. Очень надеюсь, что на меня не сильно обиделся мой мастер. Хотя, честно говоря, так ощущается. Но в конце концов я же не должна до конца жизни ходить к тому же мастеру. Правда? В общем, я в своем любимом костюме. Шикарный. Я его прям готова носить, не снимая. Мне очень нравится. Хочу еще какой-то такой трикотажный. Сейчас они на пике, просто пике, пике популярности. И думаю, что еще какой-нибудь один себе приобрету. Ну, а сейчас я буду ужинать. И, кстати, я уже начала вязать сегодня в салоне шапочку из пряжи, которую я показывала в предыдущем влоге. Мне не терпится связать. Надеюсь, что в этом влоге мы увидим готовую работу. Друзья мои. Сегодня уже пятница. Сегодня уже суббота. Ой, боже мой. Время, остановись. Да, сегодня уже суббота. И мы собираемся выйти из дома. Сегодня у нас предполагается прогулка с мужем вдвоем. Потому что к нам приехала бабушка. Она сегодня позанимается нашими детьми, потусит с ними. А мы хотим просто без особых целей выбраться в центр. Хотя, честно говоря, погода оставляет желать лучшего пасмурно. Под ногами растаявший снег. Сегодня обещают какой-то супер снегопад. Но мы хотим... Ну, кстати, почему бесцельно? Мы хотим доехать до книжного магазина. Я хочу купить парочку детективов. Желательно те, которые пишет Джоан Роулинг. Там пять книг. Я предполагаю купить штучки две. И просто еще пройтись, прогуляться. Естественно, что-нибудь съесть. У нас прогулка без чего-нибудь съесть. Это вообще время потраченное зря. Вы же помните, что мы в фуде. И я хочу немножечко подкраситься. Уже знаете, когда голова в порядке. Я имею в виду волосы. Так приятно на себя смотреть в зеркало. Даже без макияжа. Те, кто на меня подписан в инстаграм, наверное, замечают, что я довольно редко накрашенная. Я использую фильтры какие-то минимальные, чтобы сгладить, грубо говоря, свой фейс. Но краситься, честно могу сказать, я не очень люблю. Позади меня новый фон в виде стекающих брюк. Ну, у нас лайф-формат. Как вы говорите, Оля-то очень настоящая. Это так. Ничего не выдумываю из себя, не строю. Такая, какая есть. Но не без того, чтобы стремиться к лучшему. Так, и еще важный момент. Я связала две с половиной шапки из новой пряжи, из мериноса. Две уже прям совсем готовы. Одну мотик носит уже несколько дней. Вот, ему нравится. Я прям очень подробно, наверное, не буду сейчас рассказывать. Будет видео связано за осень. И там я подробно расскажу про этот меринос. Но в общем и целом он ничуть не хуже, чем, например, от Дропса меринос. Или от Лана Гато. Не хуже, я считаю. Вполне себе. Хотя стоит подешевле. По крайней мере, когда я покупала, на этот меринос была скидка. И он стоил дешевле, чем Лана Гато. И цветов было побольше в наличии. Так что обратите внимание. Мне, кстати, написали, что на Wildberries этот меринос тоже есть. Загляните в инфобокс. Если я найду, я оставлю ссылки на магазины, где есть этот меринос. Хочу, кстати, отметить, что это никакая не реклама, не коллаборация, ничего это. Исключительно моя вам рекомендация просто для разнообразия. И вдруг, если вы хотите какой-то цвет, да, другой, посмотреть тот, который есть у этого производителя, а у других нет. Я вам покажу эти шапки, собственно, к чему я. Я сейчас вяжу из фуксии. Из фуксии. Цвета фуксия. И мне осталось вязать еще зелененькую. Вот. Ну и буду докрашиваться уже без вас. А то я так и буду болтать. Не заткнуть. Ну что, друзья, я почти готова. Сейчас остался последний штрих. Мои новые духи от Нины Ричи. Честно говоря, я забыла, как они называются. Но я так понимаю, что это новый аромат. Такой новогодней веревочкой. Сразу какое-то новогоднее настроение. Аромат очень приятный. Я люблю такие. Он зимний. То есть на лето я бы не стала его покупать. А вот именно, чтобы зимой наслаждаться вполне себе. Ой, такой, знаете, я не очень хорошо умею описывать ароматы. Но мне нравится. Вообще, честно говоря, мой самый любимый аромат. Это Жадор от Диор. Это мой такой повседневно, такой на все случаи жизни. Очень люблю этот аромат. Но он у меня закончился, представляете. И подружка как-то вот она прочувствовала, что ли. Я не знаю. Купила мне новый такой вот аромат. Который мне сейчас заменяет, собственно, мой любимый от Диор. Но я думаю, что я его все равно приобрету. Как-то чувствую себя не совсем комфортно, когда его нет. Кстати говоря, это аромат от Endaza Stories. Вот такого цвета. Они там как-то, по-моему, по цветам различаются. Не по названию. Очень мне нравится. На осень, зиму. Вообще замечательный и довольно стойкий. И, в общем-то, бюджетный, кстати говоря. И еще мой любимейший просто аромат. На такие особенные какие-то случаи, под особенные образы я очень люблю. Это Narcissa Rodriguez. Обожаю пудровый такой очень. Вообще люблю я, честно говоря, всякие разные ароматики. Чаще всего у меня довольно на продолжительное время остаются какие-то одни и те же ароматы. Но иногда появляются какие-то вот неожиданным образом новенькие. И, к счастью, мне понравилось. И тоже с удовольствием пользуюсь. Вот. И уж заодно покажу вам помаду. Даже блеск. Это Chanel. 738 цвет. Честно говоря, если сравнивать с Clorance, Chanel проигрывает. Clorance лучше, честно. Как-то на губах сидит довольно странно вот этот блеск. Сейчас он не он у меня на губах. Сейчас у меня как раз Clorance. Я чуть-чуть сверху ему так чуть-чуть добавила цвета. Он как-то красит, знаете, неравномерно. Как-то какими-то пробелами ложится на губах. Но по текстуре приятный. Но, честно говоря, я бы не повторяла. Если Clorance я бы хотела купить еще один, то вот этот вряд ли. Ну все, пойдем в эту серость. Разбавим ее. Да, пойду в новую шапку. Про этот блеск я говорю. Если кто-то со мной только первый раз, только присоединился, то вот этот вот блеск мне очень нравится. Все, пойдем. Что ты смотришь? Может быть, Петер и Мейла что-то есть новенькое. Ты чего? Он же умер. Ну и что? Ну, в том плане, что ты из неизданного. Ты чего? Прямо. Понятно. Я прочитала всего Акунина, но вот это не читала. И вот это тоже не читала. Я потеряла шапку. В общем, я потеряла шапку. Все из-за Коли. Конечно. Он мне не сказал, что я надо было убрать рюкзак. Почему ты мне не сказал? Ну, я же виновата. Ну, естественно. На самом деле я расстроилась. Надела. Ну, ладно, во второй раз вышла. И главное, кто-то же нашел. И на пункт охраны не принес. И не отдал этим тетушкам, которые там ходят. Или себе взяли. Еще шапка-то хорошая. Блин. Ну, идея, в общем-то, и вообще смысл в том, что я себе еще такую свяжу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот и все. Вообще жалко, конечно. Не люблю терять вещи. Ну, а мы, собственно, отоварились книжечками. Обожаю вообще Библиоглобус. Мой любимый книжный магазин. Купили классных детективчиков. Вот. И еще там кое-что. Сейчас идем по этой чудной погоде гулять. Замечательный. Дождь в лицо, под ногами. Ну, в общем, ничего, нормально. Ну, конечно, когда дождь, не очень приятно. Спасибо пуховику, кстати, что у него есть классный капюшон. А ты можешь шапчик надеть? Которую я тебе связала. Че не хочу? Хочу. Ну и мокни. Вот мы и дома, друзья мои. Мы вернулись из этой жуткой слякоти. Правда, промозглость и погода так себе. Очень надо сильно хотеть гулять, чтобы выходить в такую погоду. Но мы вернулись с приятными покупками. Конечно, с одной пропажей. Но все, я ее уже пережила. Я уже поняла, что просто мне нужно было связать, наверное, еще одну такую шапочку. Пусть кто-то носит. Потому что, скорее всего, ее, конечно, кто-то забрал. Мы спросили у всей охраны. Мы прошлись еще раз по тем местам, где были. Шапки нет. Ее никто никому не вернул. Соответственно, в общем, мы в пролете. Мама зовет всех к чаю. Я сейчас быстренько вам покажу, что мы купили. Я еще сбежала в Вайлберс, забрала свой заказ. Очень довольна тем, что заказала. Поэтому сейчас все покажу. Ну и первое, что я покажу, это, конечно, боты. Слушайте, просто шикарные ботинки я себе купила. Очень бюджетные. Такие, вы знаете, чтобы в слякотную погоду ходить. Ну и просто зимой. Посмотрите, какая подошва здесь толстая. Да, то есть нога точно не будет мерзнуть. Вот здесь это фальш-молния. Шнурки затягиваются. Здесь такой язычок есть. И вот здесь молния, собственно, через которую нога попадает в ботинок. И мех такой очень плотный, хороший. Это эко-кожа, то есть ненатуральная кожа. Мех тоже ненатуральный. Но качество достойное. Они стоили мне что-то в районе 3,5 тысяч. То есть очень бюджетная такая находка моя. Под черный мой пуховик будет просто замечательно. Я взяла в 40-м размере. Оставлю ссылку. Посмотрите, если вы ищете что-то подобное. Я люблю, чтобы у меня было несколько пар. Зимой, естественно, на смену. И не гоняюсь за брендами. Главное, чтобы удобно. Грело. Перейдем к косметическим средствам. Заказала для Матвея. Что характерно. Сейчас уже подростковый возраст такой дает о себе знать. И хочется, чтобы кожа достойно себя вела. Потому что все-таки какие-то уже высыпания появляются. Расширенные поры. Черные поры такие на носике. И я купила ему маску от черных пор. Вот здесь это суживающий гель. А здесь такие. В общем, здесь идет вот такая маска. Которую нужно наносить на распаренный носик. Сверху наклеивать вот такие бумажечки. И через некоторое время бумажечки снимать вместе с черными точками. Потом мажем вот этим поросуживающим гелем. И, короче говоря, сверху еще каким-нибудь кремчиком можно увлажняющим. А эту маску наносить нужно просто на носик. В общем, я вам тоже оставлю ссылочки. И потом вам расскажу, насколько мне понравились эти средства. Потому что на них вообще очень хорошие отзывы везде. Так что да. Вот такую маску взяла для себя. Подтягивающую. Ну, собственно, для того, чтобы подтянуть контур лица. Вы же понимаете, да. Притяжение работает против нас. Начинает немножечко контур у нас тянуться вниз. Ну, вы знаете, что там японки, кореянки. Они вот эту штуку делают себе. Попробую и я. Да, в конце концов. Так, ну и книжные. Книжные покупки не удержалась. Я купила Акунина. Я прочитала всю серию Фондорина до книги «Весь мир театр». Где Фондорин, по сути, по-моему, умирает. Это я так остановилась и поняла, что он умер у меня в голове. Вот. Но нет. Акунин дописал еще три книги. Последний из которых будет «Не прощаюсь». Следующий после «Весь мир театр». Это «Черный город». Я уже начала читать. В нем он объясняет, как Фондорин выжил. Я еще до этого момента не дошла. Но я обожаю Акунина. Особенно серию про Фондорина. Мне и «Пелагея» нравится. И, в общем, так, буду читать. Расскажу, вам понравилось или нет. Ну и то, что я хотела купить. Роберт Гилбрейт. Он же Джоан Роулинг. Детективы. Почитаю и тоже вам расскажу. У меня садится батарейка. Пытаюсь говорить очень быстро. Немножко путаюсь. Ну, в общем, на все оставлю ссылки, если найду. Я знаю, что такие книги были на зоне. Расскажите мне, вы прочитали всего Фондорина? Как вам вообще? И читали ли Гилбрейт? Тоже мне очень интересно будет знать ваше мнение. И про это тоже. Все оставлю ссылки. Загрязывайте в инфоблокс. Я же снимаю влог. Я об этом помнила утром, когда показывала вам запеченные хлебушки с яйцом на завтрак. Но потом что-то, в общем-то, закружилось, завертелось. У меня в гостях была мама. Когда мама в гостях, мы очень много с ней болтаем. В связи с этим не до съемок. А сегодня воскресенье. И к нам зайдут друзья. Я люблю, кстати, вот так вот зал. Немножко так прилистно, но мне нравится. В общем, к нам сейчас придут друзья. И мы сходили в магазин, потом домой. Потом еще пока приготовили. Дети, уроки, в общем, куча всего. Вот, я сходила, забрала пряжицу для шапочки. Мне заказали шапочку. Вот, покажу вам, конечно же, потом. А еще мне пришла совершенно потрясающая фурнитура. А точнее натуральные камешки для нового колье. Ой, камешки выпадают. Вот, в общем, вот такого цвета потрясающие. Вот такие вот совершенно невероятной красоты камни. Видите, они такой, знаете, как колотый лед. Мне кажется, должно получиться что-то очень красивое. По крайней мере, я на это очень надеюсь. И еще для Варвары я заказала серьги. Просто хотела посмотреть, как эти серьги будут смотреться на ушки. На маленьком, на детском. Варюш, поди сюда. Вот такие маленькие мышки. Фокусируйтесь, фокусируйтесь. Такие мышки. Я боялась, что они будут великоваты для детского ушка. Но смотрится, по-моему, замечательно. Подожди, Варюш. Здесь сама мордочка у мышки в позолоте. И вот такое тельце у нее в виде фионитика. Хвостик. Потрясающе смотрится. В общем, как снимать детей. Классные мышки получились. Я обязательно сфотографирую их. В инстаграм выложу. Для разнообразия. Мне кажется, вообще очень здорово. Варьке понравились. Она их сейчас носит. Хочу посмотреть, как детское ушко будет воспринимать по золоту. Потому что до этого она носила только золотые сережки. В общем, у всех ушки разные. Посмотрю. Главное, чтобы все было окей. Так, я вам покажу стул. Ну да, сегодня я готовлю цезарь, а муж у меня готовит жульен. Представляете? Вот. Сейчас я покажу сначала цезарь. Я уже показывала и рассказывала, как я его готовлю. Я беру айсберг. Можно без романа. Режу. Обильно поливаю соусом цезарь. Из вкусвилл. Вот этот я беру. Самый лучший вкусный соус цезарь, который только может быть. Потом добавляю яйца. Сегодня у нас куриные обычные. Немножко помидорок. Много-много тоже. Крошу. Тру. Сыра. У нас это грана падана сегодня. И у нас будет цезарь с куриной грудкой. Я ее сделала на гриле, предварительно замариновав с чесноком, специями и оливковым маслом на пару часиков. На гриле приготовила. И пока грудка теплая, я потерла также сюда сыр, чтобы он немножко расплавился. На грудке она сейчас немножко подостынет. И я разложу ее здесь на тарелке. Будет все вкусно, я думаю. Друзья мои, сегодня понедельник. Варюш, скажи привет. Всем привет. Да. Сегодня уже, я бы даже сказала, 3 часа дня понедельника. Я уже переделала кучу всяких разных дел. Приготовила обед, связала шапку. Она у меня там сейчас, кстати, сушится. Покажу вам цвет. Знаете, я такого цвета еще не вязала шапку из объемной пряжи. Он мне, кстати, очень понравился. Знаете, такой благородный. Заказчица сказала, что ей нужен беж. Но, по-моему, это все-таки шоколад. Такой цвет. Очень интересная, интересно окрашена ниточка. Она, знаете, с таким, с небольшим меланжем таким. Вот она, собственно, сейчас уже сушится. Это все на усмотрение заказчицы. Естественно. Кстати говоря, довольно редко заказывают какие-то такие яркие цвета. В основном заказывают беж, серый. Довольно, кстати, редко черный. А я вот наоборот люблю, знаете, какой-нибудь красный. Какой-нибудь неоновый, розовый, фиолетовый. Их интереснее вязать, правда ведь? Ну, так, собственно. Также я сейчас занимаюсь изготовлением украшений. Очень надеюсь, что мне понравится. Впервые будут такое украшение делать. И мы с Варюсиком идем сейчас опять за фурнитурой для украшений. Плюс нам надо пройти еще по магазинам. А я, собственно, хочу сказать всем спасибо за просмотр. Спасибо, что вы поставите пальчик вверх и подпишетесь на мой канал. Я очень на это надеюсь. И подписывайтесь на меня в инстаграм. По ссылочке, которая будет в описании. Увидимся с вами уже очень скоро в новом видео. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok